И в продолжении темы. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института экономики Бурятского госуниверситета Николай Атанов. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот у нас наш корреспондент Наталья Китаева провела некий обзор экономики в стране, в частности у нас в республике. Скажите, что бы вы сказали, сегодня какое состояние экономики в Бурятии? Не катастрофическое, но критическое. Что это означает? В чем критичность? Это означает то, что идет замедление экономических и рычагов, и механизмов, и результатов. И мы это по сути уже после 90-х годов третий кризис. Если первый кризис был системный, он был вызван трансформацией советской системы в рыночную. Второй был привнесен с Юго-Восточной Азии финансовый кризис. Третий кризис, он тоже был привнесен извне. То этот кризис, наш внутренний, он очень напоминает первый, последний кризис советского периода, который в народе был назван застоем. Признаков однородных множество. Прежде всего, это падение цен на нефть. Второе, обескровливание бюджетных средств за счет строительства БАМа тогда. Сегодня Крым наш. Далее, афганская война в тот период. Сейчас Украина и Сирия. Четвертое, тогда была Московская Олимпиада, которая обескровила тоже финансы. Мы прожили Сочинскую Олимпиаду, готовимся к чемпионатам по футболу. Ну и так далее. Другими словами, по прошествии 40 лет наша экономика в новой системе рыночной вновь повторяет тот же кризис, который был в другой системе, планово-централизованной. Почему так происходит? Это говорит о том, что виновата не форма ведения экономики, а где-то причины лежат глубже. Почему мы вторично наступаем на одни и те же грабли? И в этом смысле, я думаю, что этот кризис не кратковременный. Я даже был бы очень рад, если бы мы его прошли к 2020 году. То есть прогнозы неутешительные. Неутешительные, потому что нет внутреннего драйва развития будущего. Но, несмотря на все это, правительство Бурятии конкретно разработало антикризисный план. Уже, по-моему, его утвердили. Выделили 13 миллиардов рублей. Скажите, как вы думаете, насколько эффективен будет этот план, если смотреть, допустим, в предыдущем году он также был разработан? Ну, чтобы сказать, насколько будет эффективен, это время покажет по истечению года, насколько эффективен оказался план. Но я что-то не помню, чтобы мы обсуждали выполнение антикризисного плана 2015 года. Если бы вот такое обсуждение было, была отчетность, выверили, где мы допустили ошибки, в чем преуспели и так далее, то тогда уже можно было подойти к антикризисному плану этого года с учетом ошибок, с учетом нерешенных проблем прошедшего года и так далее. Я знаком с этим антикризисным планом, ну, в принципе, вроде все нормально. Но в нем я не увидел таких стратегически новых подходов, вот такого масштабного влияния на будущее развитие, после кризисного развития Бурятия. Может быть, как раз вы говорите уже, получается, о стратегии 2030, о которой многие позабыли, мне кажется? Да. Этот антикризисный план, по сути, он должен быть началом первого этапа реализации стратегии. На каком сейчас этапе, кстати, находится эта стратегия? Ну, разработчики, новосибирские ученые, они представили концепцию стратегии. Она сегодня проходит экспертное заключение в правительстве, в экспертном сообществе. Скоро должно это дело завершиться и пойдет следующий этап, я думаю. Ну, дело в том, что в статье 8 закона о стратегическом планировании в Российской Федерации перечислены полномочия по разработке стратегии. И там 7-8 пунктов. И эти пункты должны были быть выполнены правительством Российской Федерации до конца 2014 года. Там методическое обеспечение, там много вопросов организационного плана на разных уровнях Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципального образования. То есть нет вот таких подзаконных нормативных организационных регламентов, основываясь на которых мы должны были делать эту стратегию. А хотя там в статье 45 указаны меры дисциплинарной административной ответственности за невыполнение пунктов данного закона. Николай, большое спасибо, что уделили нам время и пришли к нам в гости. Спасибо. А мы двигаемся далее. Спасибо.